Всем большой привет! Меня зовут Егор, и я визажист Inglot. Сегодняшнее видео посвящено одному из самых главных трендов лета 2019. Первый тренд это мономакияж, то есть макияж с использованием всего лишь одного цвета. Но мы пошли дальше. Мономакияж с использованием всего лишь одного продукта на нескольких участках лица, то есть глаза, скулы и губы. Данное видео посвящено еще и одному оттенку, самому трендовому. Как вы знаете, каждый год институт цвета Pantone диктует нам тренды в плане оттенков. И в этом году самым главным цветом года является коралловый. И я не мог пропустить это мимо своего внимания, и хочу снять для вас видео с использованием одного цвета и одного ключевого продукта в макияже. Конечно же мы не обойдемся без тональной основы и прочих продуктов для коррекции лица, но королем данного макияжа будет 11-й тинт от Inglot в самом трендовом оттенке. Мы сегодня будем с ним делать макияж глаз, губ и щек. Ну что ж, я предлагаю приступить с нанесения праймера. Я использую свой любимый праймер с SPF 20 от Inglot. Сейчас я вам его покажу, он у меня уже заканчивается, настолько я его люблю. На клиентах, на себе, у него приятная кремовая консистенция. Он очень хорошо смягчает, увлажняет и помогает любой тональной основе лучше распределяться. Особенно если вы ценители более плотных, густых текстур, которые являются менее пластичными в нанесении. Я буду его использовать в комбинации с кремовым хайлайтером IMC Face & Body Illuminator. Я смешиваю где-то один к одному для того, чтобы получить еще один тренд 2019 года в макияже. Это сияющая кожа. С моей стороны, конечно, было очень смело сесть перед вами без ровного тона лица. А моя кожа сейчас находится не в самом лучшем состоянии. После использования одной маски ночной, очень популярного бренда, но опустим это. Мы сейчас все исправим, зато будет видно результат работы наших продуктов. Равномерно распределяем праймер с хайлайтером по всему лицу. Мне нравится этот способ нанесения тем, что даже если вы наносите тональную основу средней плотности, праймер с хайлайтером все равно из-под тональной основы будет немножко проглядываться и давать этот эффект желанного, вожделенного внутреннего свечения. Мы стремимся сегодня не только к тренду мономакияж, но и к тренду здоровой сияющей кожи. Поэтому использование кремовых хайлайтеров с увлажняющим праймером, да еще и с СПФ-защитой, просто необходимо. Немножечко можно помочь ручками, вбивающими движениями, распределить продукт по коже. Сейчас мы выглядим немножко как жирный блинчик, но это ничего, так и должно быть, так задумано. Каждому праймеру нужна хотя бы минутка на то, чтобы слегка впитаться в кожу. Далее я буду наносить тон, который максимально будет актуальным для вас на летний период. Это тон Бьютифер, он имеет легкую консистенцию, очень натуральный такой глоу-финиш, финиш здоровой кожи. Его абсолютно не видно на лице, даже при ближайшем рассмотрении, но при этом он очень хорошо выравнивает тон кожи и за счет HD-пигментов нивелирует все неровности на вашей коже. Конечно, значительных недостатков он не скроет, но для натурального эффекта и для более ровного тона кожи он подходит идеально. У него достаточно светлый оттенок 102, но он прекрасно адаптируется к оттенку кожи. Я сейчас распределяю тон кисточкой до афиброй, но потом, конечно же, буду использовать спонж для более равномерного распределения. Мы тонируем все, включая веки. Очень важно хорошо затонировать кожу. Беру спонж, свой любимый Бьюти Блендер, влажный обязательно. И распределяю равномерно тональное средство по коже. О, еще чуть-чуть, и я смогу на себя смотреть обязательно на веки. Я немножко добавлю тонального средства, оно прекрасно поддается к наслоению, не сдвигая предыдущий нанесенный слой. Вы регулируете плотность покрытия. Чаще всего я использую, конечно, более плотные тональные основы, но сейчас для выполнения этого тренда в макияже мы должны, конечно же, использовать более легкие, сияющие текстуры. Тем более, что следующим этапом у нас будет нанесение чуть-чуть более плотного консилера, и он поможет нам справиться со всеми остальными недостатками. Очень хорошо тонируем века, потому что если у вас такая же ситуация, как и у меня, с близко расположенными сосудами на веках, это просто необходимо. Потому что в дальнейшем оттенки могут лечь неравномерно и создать эффект грязной тушевки. У меня сегодня не просто так мокрые волосы, потому что это тоже один из трендов, но уже в прическах. Все уже отошли от густо таких накрученных буклей различных, начесов. И сейчас, конечно же, приветствуется легкость в прическах, легкость в макияже, легкие локоны. Так называемая прическа девушка-серфера, когда у вас после использования соляного спрея образуется некая текстура на волосах, и она такая слегка неопрятная, но она такая легкая, такая летняя, такая вот отдохнувшая. И таким же должен быть макияж легким, летним, освежающим и отдохнувшим. Как я и говорил, далее мы используем чуть-чуть более плотный консилер, который называется All Cover. Я использую вот All Cover. Немножко наносим руку. И кистью распределим. Консилер мы наносим, как бы подсвечивая центр лица. Здесь мы имитируем такой треугольничек. Это мой любимый способ нанесения консилера. Еще это дает эффект некого предконтуринга. Консилер мы выбираем на тон. Терра-два светлее вашей тональной основы. Стараемся растушевывать консилер, концентрируя свое внимание именно там, где мы его нанесли. Но, конечно же, растушевываем границы, чтобы это был плавный переход консилера к тональной основе. Мы допускаем тот момент, что некоторые недостатки могут быть видны у нас на коже. Это ничего. Страшно. Макияж должен быть естественным. Не должен выглядеть так, как будто вы над ним пахали 24 часа. Мы не в последний путь с вами собираемся. Мы хотим быть фреш. Сейчас все стремятся быть фреш, потому что экология, питание, отсутствие отдыха, сна. Да, сон это вообще. Мне только снится. Круги под глазами уже больше, чем глаза. Я дополнительно тонирую века остатками консилера на спонжах. Вот что я и говорил. Мы уже нанесли тональную основу, нанесли достаточно плотный консилер. И при этом у нас все равно остается этот glow эффект на коже. Уделяем внимание линии роста волос. Это важно. Чтобы наш макияж был опрятным, прорабатываем линию роста волос. Слушай, не иришка. Надеюсь, без обид вы понимаете, о ком я говорю. Вот такой вот эффект у нас получился на коже после нанесения праймера с хайлайтером, тональной основы и консилером. Сейчас я хочу пригласить в студию знаменитый 11-й тинт от Englot. И использовать его в качестве румяна. Но как я хочу это сделать? Чтобы вам было это легко, чтобы вы не наставили пятен и не сделали эффект диатеза на своей коже, мы берем помаду. У меня на руке осталась капля праймера с хайлайтером. Я небольшую каплю тинта добавляю в праймер с хайлайтером. Это сделает текстуру помады более полупрозрачной, более поддатливой к растушевке. Он не так быстро застынет, но при этом даст этот легкий приятный оттенок. И наносим на яблочки щек. Не нужно улыбаться при этом, как все рекомендуют. Потому что вы улыбаетесь, вот так создаете объем, скула поднимается выше. Вы наносите на эту область румяна, потом вы улыбку убираете, и румяна опускаются к носогубным складкам. Боже, как это красиво. Посмотрите. Я сам не ожидал, если честно, что будет такой красивый эффект румянца. Кистью дуофибра. У меня абсолютно не двигается тон при этом. Какой красивый румянец. Боже мой. Посмотрите. Я надеюсь, видно это просто. Обалдеть. Я немножко пальцами вбиваю продукт в кожу. Мы можем немножечко зайти вот на височную зону. И опять же, тем самым сделать еще один тренд в макияже. Это дрейпинг. Это когда мы делаем контурирование румяными. Но мы, конечно же, не будем делать контурирование румяными. Просто в этих зонах румянец будет выглядеть уместно. Немножечко жабры. Чтобы это была гармоничная картина. И румянец был распределен равномерно по всей коже. Немножечко на мноту. Можно растушевывать спонжем. У нас на спонже осталась немножко тональная основа. И если вы вдруг переворщите, можно будет приглушить. Это потрясающий результат, если честно. Боже мой, я как будто бы уже провел неделю на Мальдивах. Прелесть. Обалдеть. Далее. Мы использовали помаду как румяну. Теперь мы будем использовать помаду как тени для век. Я нанесу тинт на все подвижное веко. Немножечко заходя в складку. Кистью из натурального ворса растушевываю. Мягко, не надавливая на кисть, мы растушевываем. Старайтесь сначала держаться в пределах складки века. То есть не нужно растушевывать очень сильно размашисто. Мы не делаем большое пятно. Мы стараемся мягко растушевать продукты. Это прелесть. Я достойно. А теперь мы должны вывести рисунок немножечко в диагональ, опираясь на вот эту вот линию нижнего роста ресниц. Она у нас идет немножечко диагонально вверх к рискам. И вот в этом пределе мы двигаемся. То есть мы не опускаем кисть ниже, а просто тушуем по диагонали уже остатками на кисточке продукта, слегка касаясь, немножечко выводя рисунок в диагональ. На подвижном риме веке рисунок можно немножечко наслоить. Такими похлопывающими, вливающими движениями. Я века не припудривал после нанесения тональной основы. За счет этого сейчас кремовая текстура легче втушевывается в кремовую текстуру. Чтобы не зайти слишком высоко, вы тушуете, глядя на себя прямо в зеркало. Вот при прямо смотрящих глазах. Не поднимаем сильно брови, не смотрим вниз, не закрываем глаз, не тушу. Когда вы смотрите прямо, вы понимаете, где вам стоит остановиться в растушевывании. Куда не подниматься выше. Теперь нанесу на нижнее веко. Лицо у нас еще не припудрено, тон слегка остается более подвижным, более пластичным. Поэтому, если вы чуть ниже растушевали, похлопывающими движениями пальчиком, можно как бы немножко смягчить границу. Он тушуется легче, чем многие кремовые тени, если чисто. Ну и где вы еще найдете кремовую тень такого оттенка? Я думаю, достаточно растушевывать. Если где-то вы опустились чуть ниже, или вы хотите сделать рисунок, вот направляющий к рискам чуть более четким, вы просто спонжем немножечко прорабатываете границу. Это очень необычно. Далее я хочу добавить хайлайтер во внутренний угол глаза. Хайлайтер я буду использовать от Дженнифер Лопеса в оттенке 201. К сожалению, не всем просчастливится его купить, потому что коллекция лимитированная, и она заканчивается. Но хайлайтер просто пломбает, если вы где-то увидите, видите, не будет. Здорово. Как говорят, пушка-петарда или какая-то бомба-ракетка. Далее, для того, чтобы наш рисунок был более гнятным и читаемым, мы будем использовать черный каял. Потом глоток 101. И мы проработаем с вами снизу с той нижнюю и вверх. Пока каял не застыл, мы должны его немножечко растушевать чистой кисточкой. Немножечко в пределах линии роста ресницы. Хорошо прорабатывайте зону межресничного пространства. Теперь я хочу прокрасить верхнюю кисточку. Это, наверное, самый неприятный момент. Как ее прокрасить, вы смотрите вниз. При вниз смотрящих глазах, немножечко подбираетесь к межресничному пространству. Это дает эффект более густых верхних ресниц. И имитацию стрелочки. Не разговаривая при этом, прокрашиваю. После того, как мы прокрасили верхнюю слизистую, я немножечко остатками на кисти от карандаша сделаю такую дымку. Мы двигаемся от внешнего уголка как бы к внутреннему. Это легкие поглаживающие движения. Не то, чтобы мы сильно прокрашиваем верхнее веко, мы просто создадим некую имитацию тени от ресниц. Теперь я возьму румяна, сияющие. Этим вот. На самом деле, на каждом из этапов можно было уже остановиться. То есть, даже после нанесения тинта, мы могли просто прокрасить ресницы, либо же наклеить ресницы, и уже был бы крутой модный эффект. Теперь просто прокрасим ресницы. Моей любимой тушью Long 4. Она идет с силиконовой кипячкой. Ресницы прокрашиваем достаточно густо. Я ресницы увожу немножечко в диагонали, и это дает мне эффект такого кошачьего, томного взгляда. Потрясающая тушь, объем невероятный, длина фантастическое, разделение потрясающее. Все в комплекс. Немножко нижний прокрашиваем. Губы. Вы для удобства можете использовать контурный конкурс. Я наношу тинт более тонким слоем, не очень плотно, потому что у нас достаточно ярко выраженные глаза, губы можем взять слегка по приглашению. Тинт через минуту застынет и станет максимально стойким. Это то, что нужно нам на летней вечеринке. Теперь я просто расчешу брови. Добавлю немного хайлайтера на скулы. Невозможно остановиться. Немножечко затемним скуловую впадину, без коррекции никуда. Я припутаюсь. Тезон обязательно нужно припутнуть, потому что это будет давать некрасивый ребёнок. Немножечко затемнюю линию рост крови. Боковые поверхности мусора. Конечно, на моём бородятом лице макияж смотрится немножко странно, но я думаю, на мосту всё будет выглядеть значительно лучше. Теперь берём гель для волос-флак, делаем мокрый эффект. Волосы назад и побежали. Ну что ж, я надеюсь, это видео было для вас интересным. Вы возьмёте на заметку идею данного макияжа. И теперь не только по назначению будете использовать те или иные продукты, а в частности помаду, но и открывать для себя новые грани, использовать помаду как тени, помаду как румяна, помаду как помаду. Поэтому я желаю всем экспериментов, желаю всем ярких летних вечеринок и до новых встреч. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok